Здравствуйте дорогие зрители. Пробую все-таки очередной раз я снять, надеюсь за этот раз получится. Вот сосед опять жужжит, сосед перфоратор, сосед, сосед, человек, сосед. Вот ему кило печенья овсяного с изюмом, чтобы он подавился. Ну хотя, да нет, наверное, пускай быстрее закончит он свой ремонт и прекратит жужжать. Значит снимаю я этот обзор сразу на опять же Lenovo Vipe Shot, тем самым даю вам возможность посмотреть, что из себя представляет камера в этом камерафоне. Напомню, основная камера 16 мегапикселей, камера для себяшек 8 мегапикселей. В данный момент телефон не используется, никакие настройки дополнительные, то есть это автоматический режим. Стоит он у нас на штативе, поэтому дорожание, ничего такого нету. Вот мы оставим без приближения. Качество может немножко быть плохим из-за того, что видео идет через стекло двойное на балконе, поэтому вот так, давайте, наверное, штатив чуть-чуть ослабить надо, чтобы он... Ух, я не помню, какая на самом деле ослабляет штатив, но да не суть. Наверное, вот этого будет достаточно. Вот так вот он снимает и вот так вот мы начинаем смотреть на виновника торжества. Есть три цвета. Серый, красный, белый. Красный, вот просто за то, что он красный стоит на тысячу с лишним рублей дороже, особого смысла я не вижу. Ну, честно, мое мнение. Упаковки коробки тоже разного цвета становятся. Значит, в моем случае я рассматриваю Lenovo Z90-7. Это версия с 32 гигабайтами встроенной памяти, которая имеет европейскую прошивку, которая обновляется по воздуху. Обновлений никаких проблем с обновлениями нету. Ну, единственное, сейчас на нем стоит пятый андроид, пятый андроид, леденец, лолипоп. А если вы обновите, ну, а шестой, то будет шестой уже стоять маршмеллоу, если не ошибаюсь, это называется, зефир. В данном случае его флешкарта как-то там объединится со внутренней памяти. Я шестой андроид не ставлю, он как-то не нравится мне по какой-то причине. Значит, комплектация телефона выглядит следующим образом. Идет адаптер. Ну, надо понимать, что у адаптера вилка не нашинская, поэтому надо... Ну, в комплекте идет, конечно, переходник, но настолько отродительного качества, то что либо используйте другой адаптер, либо, ну, как минимум, хотя бы закажите переходничок себе хорошего качества. Идет оригинальный кабель и идет ключ для того, чтобы его открывать и на паспорт, инструкция, но все это дело на непонятном языке, поэтому это неинтересно. Я сразу убираю. Значит, в данный момент телефон у нас находится в силиконовом бампере, который продавец положил в подарок. А сейчас у меня идет очень большое количество разнообразных чехлов. Они придут, я буду делать на них обзоры. Ну, вот такой прозрачный силиконовый бампер на первое время вполне неплохо. Значит, телефон имеет цельный корпус, он не разбирается, съемная крышка у него отсутствует, то есть его можно разобрать только если вы там решите его чинить, либо, ну, что-то еще такое с ним делать. Значит, ключ нам нужен для чего? У нас вот здесь прячется слот, мы нажимаем, он открывается, туда умещаются две сим-карты, они обе становятся активны. А сюда умещается отдельно, умещается флеш-карта, он поддерживает microSD, microSD XC, ну, вот эти все новые десятого поколения, десятого класса, вплоть до третьего поколения. Кстати, на флешке могу тоже ссылку положить, флешки вполне хорошие. С этой стороны, да, в случае с серым у нас черный глянец вот посюда, а верхняя часть серебристый металлик. В случае с белым, ну, видите, как это выглядит. Значит, у нас здесь камера, датчик какой-то, ну, собственно говоря, вспышка, все понятно. Вот здесь становится очень интересно. Мы видим дополнительные две кнопки. Что это? Значит, здесь кнопка включения, регулировка громкости, а здесь можно переключаться с автоматического в профессиональный режим съемки. То есть, включив профессиональный режим съемки, вы сможете делать очень много настроек перед каждым снимком. я не вижу особого смысла в этом, на самом деле. И кнопка очень удобна. То есть, когда вы будете делать фото, да, эта кнопка как на фотоаппарате. То есть, есть пол нажатия и есть полное нажатие. Очень удобно. Честно, вот, ребята, очень удобно. А, значит, ну, есть место, темлячок за что зацепить. Очень громкий динамик, достаточно симпатичный, хороший громкий динамик. Вот так вот выглядит его внешний вид. Также вы видите это видео, вы видите качество видео. Собственно говоря, вот так вот он снимает. Опять же, микрофон. Вы слышите мой голос. Вы видели предыдущее видео. Вы понимаете, насколько микрофон все это дело искажение, не искажение. Не знаю, как правильно сказать. Значит, к этому видео я сейчас постараюсь на снимать фотографии. Значит, фотографии будут сделаны просто как есть, да. Мы увеличиваем максимально. Мы делаем на серединку и мы делаем без приближения. Без каких-либо настроек. Просто буду делать фотографии. Добавлю их в видео. Ну, возможно, в описании я добавлю ссылку на полноценное фото без каких-либо урезок, которые будут лежать, ну, например, на Яндекс диске. Если вам интересно, вы сможете это фото открыть. Оно там будет весить, как вот есть, да. Там 3 мегабайта. Значит, 3 мегабайта. Ну, и посмотреть, насколько это качественно будет снято. А что будет дальше? Что будет дальше? А дальше это главное. Значит, давайте сначала по характеристикам все-таки расскажу. 4G берет на всех операторах. Проблем нету никаких. Прошивка полностью русифицирована. Никаких хвостов американских нету. Английских, китайских там каких-то еще. По железу. Железо хороший. Он имеет 5 дюймов диагональ дисплей. 2900 миллиампер. У него аккумулятор несъемный. Значит, 1,7, насколько помню, тактовая частота восьмиядерного процессора. Ну, то есть, вот как бы все хорошо. Не потупливает ничего. Жене понравилось. Она, скорее всего, его заберет вместо Asus Zenfone Max. Значит, сделаю фотографии самого телефона. Причем фотографии буду делать, ну, с этого же телефона. То есть, вы сможете понять качество. И в этом же разделе, в этом же разделе я сделаю несколько роликов. То есть, я установлю программу GPS-тест. Да, сразу, ребят, извиняюсь, видео будет не горизонтальным, а вертикальным. Ну, понятное дело, я буду снимать программой, да, которая будет установлена на сам телефон. Мы посмотрим, как он ловит спутники. Далее мы возьмем Antutu, посмотрим, там, сколько попугаев набежит, ну, и так далее, и тому подобное. Такие тесты сделаю. Вот, ну, немножко руки не доходят. Вы уж, ну, не обессудьте, да, ну, такая вот занятость там некоторые у меня есть. Телефон покупки на самом деле рекомендуют. Цена очень даже адекватно, учитывая то, что Ростестовский стоит, там, 26-28 тысяч. Ну, вот, вопросы какие-то есть, задавайте, ну, попробую видео поправить, поделать, ну, что-то хорошее сделать. Засим. Мой голос, наверное, заканчивается. Далее пойдут фотографии. Не забудьте, да, палец кверху, вопросы в комментариях, подписаться, поделиться, ну, и посмотреть оставшиеся видео, остальные видео, которые появятся в этом разделе. Пойду. 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 Пойду.